В городскую казну прибыло, а киосков на улицах города убудят. Чебоксарские депутаты собрались на 18-е очередное заседание. О главных темах повестки дня Ольга Пырочкина. Таких аншлагов, когда сидячих мест хватило далеко не всем желающим поприсутствовать на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов, большой зал городской администрации не видел давно. Интерес чебоксарцев вызвало не пополнение городской казны, а она выросла на 1,751,489,000 рублей. И не изменение в вопросах налогового поступления, хотя депутаты своим решением освободили городские предприятия, которые производят молочную продукцию от налогов на определенный срок и при соблюдении определенных условий. Ажиотаж создали те, чьи интересы затрагивают планируемые изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов, проще говоря, ларьков и киосков. Согласно новому варианту документа, многие оказались вне закона и подлежат сносу. Предприниматели подчеркнули, на пользу казни это не пойдет. На территории города Чебоксар сократятся не только институты торговые объекты, но и количество предпринимателей, что повлечет за собой соответствующие последствия, связанные с финансовой составляющей, именно в части бюджета города. Мы следуем и предлагаем собранию депутатов обратить внимание, что схемы должны утверждаться действительно опытными местными самоправления, но при этом данные схемы должны учитывать интересы не только административного большинства, скажем так, административной власти, но и самих предпринимателей и также горожан. Представитель администрации Чебоксар считает, что думать надо не только о казне. Мы с вами живем в современном, стремящемся к лучшему городу. Поэтому архитектурно-планировочный стиль города, он здесь также очень важно при принятии решений. Депутатский корпус, как водится, раскололся на два лагеря. Я предлагаю отложить этот вопрос, решить оперативный вопрос по закрытию тех точек, которые невостребованными оказались, и посмотреть по тем точкам, которые реально работают. Может быть, там стоит, наоборот, если нормальный предприниматель, если нормальную деятельность осуществляет, может, наоборот, стоит помочь оформить все документы и оказать содействие в развитии бизнеса. Мы проанализировали предложения глав районов, Московский, Ленинский, Калининский район, посмотрели жалобы, какие были. Наверное, невозможно учесть все интересы, но максимально я считаю, что депутаты прислушались и сохранили те нестатарные объекты, которые останутся в схеме. Спор разрешился голосованием. 21 депутат за изменение в схему, 9 против. Как ни странно, присутствующие предприниматели решение восприняли спокойно. Быть может, потому что у многих из тех, чьи объекты не оказались в новой схеме, давно истек договор аренды места. Ольга Байрычкина, Сергей Адушкин. Республика.